Что украшенное венцами мученичества, почившее братья, предстоит ныне престолу Божию в лике избранников верного стада Христова. Нужно осознать себя виновником и преступником перед Богом за зло и страдания жизни и в чувстве этой виновности восприять эти страдания в добровольный подвиг своей жизни. Так говорил и так жил архиепископ Федор, закончив свое житие мученической смертью. 23 октября 1937 года владыка Федор был расстрелян в Ивановской тюрьме. Строгая духовная школа владыки Федора налагала на монастырь особый отпечаток. За исключением трех насельников, вся братья Даниловского монастыря стойко и достойно понесла свой исповеднический крест следом за своим архипастырем. Очень любил чай пить, только чтобы самар шумел, только чтобы самар шумел, с молоком томленым. Всегда чай разливал сам, и когда чай разливал, всегда плакал. Все вспоминал в своей жизни. А мама скажет, Владыка, вот вы за страдания Царства Небесного получите, а мы зачем? А вы за то, что нас несчастных таких принимаете. Вы получите Царство Небесное за то, что нас принимаете. Только скорбь о нем, как он думает, 20 лет страдал и расстреляли. И я недавно только узнала, что он расстрелял в Иванове в 1937 году. С 1918 года он не имел никакого отдыха. НКВД удивлялся его мужеству, что он очень стойкий, ни перед чем не останавливался. Только шел вот на страдания. Был исповедник, стоял на своем... Заодно только стоял, чтобы была в церкви справедливой, чтобы не потерять чистоты церковной. КОНЕЦ КОНЕЦ Служители истины, верные воины Христовы, заканчивали свой апостольский путь в тюрьмах и ссылках, как правило, смертью крестной. Но на крови и страданиях новых мучеников Христовых явилось торжество Церкви Русской. Это была победа Духа. Бог открывал Себя в людях, стяжавших бесценное сокровище, которого не стоит весь мир, богоподобие человека. Многим русским православным христианам суждено было пройти вместе со своими архипастерями по Голговскому пути христианского мученичества, на котором некогда была воздвигнута и отныне и до века будет стоять православная церковь в мире дольнем, имея в мире горнем, в сонме своих заступников и ходатаев перед престолом Всевышнего патриарха Тихона, митрополита Петра Полянского, митрополита Серафима Чичагова, архиепископа Фаддея Успенского, архиепископа Феодора Поздеевского, архимандрита Симеона Холмогорова и тысячи-тысячи других мучеников и исповедников. Имена их Веси Ты, Господи. Христос, воскресе измертвы, смертью смерть поправ, и сучки по гробе живу даровав. Христос, воскресе измертвы, смертью смерть поправ, и сучки по гробе живу даровав. Христос, воскресе измертвы, смертью смерть поправ, Из пророчества святого праведного Иоанна Кронштадтского. На костях вот таких мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая по старому образцу. Крепкая своей верою в Христа Бога и в Святую Троицу. И будет по завету святого князя Владимира, как единая церковь. Из пророчества оптинского старца Анатолия Потапова. Явлено будет великое чудо Божие. Да. И все щепки и обломки волею Божией и силой Его соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль в своей красе и пойдет своим путем Богом предназначенным. Так это и будет явное всем чудо. Ты родила Его духовно, взрастила Его. От недр Своих Ты силой Своей вдохновила Его. Исповедничеством насадителей Твоих облистанное, Апостольством проповедников Твоих озаренная, Ревностью верных чад Твоих облагоуханная, Величайшее счастье дала Ты Ему Быть Сыном Твоим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова